Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Ныне» в студии Ольга Лемайкина. Сегодня в выпуске. По числу фермерских хозяйств Новониколаевка в числе лидеров. На полях района полным ходом идет уборка овощных культур. 100 лопат и 200 рук. В преддверии празднования Дня города в Ахтубинске проходят городские субботники. С сегодняшнего дня во всех населенных пунктах Ахтубинского района возобновляется подача воды в обычном режиме. Напомним, что в связи с масштабной аварией на Ахтубинских головных водопроводах в районе введена чрезвычайная ситуация. Водоснажение сел и поселков осуществлялось по временной схеме с большими интервалами. За счет средств областного, районного бюджета и помощи, выделенной в рамках социального партнерства закрытого акционерного общества «КНАУФ ГИБС-Кунчак», было отремонтировано вышедшее из строя оборудование и приобретено новое. На сегодняшний день главную причину, приведущую к аварии, удалось устранить. Как обещают в администрации района, к концу дня все поселения получат воду и аварийных отключений больше не будет. Однако режим чрезвычайной ситуации продлится еще на несколько дней до момента полной ликвидации всех последствий аварии. Ремонтные работы на Ахтубинских головных водопроводах продолжаются. И к другим темам. Состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального образования «Город Ахтубинск». В повестке дня значилось 10 вопросов. Один из них – создание контрольно-счетного органа. Народные избранники уже обсуждали его ранее. Решение приняли, однако глава города документ не подписал. И вот депутаты вновь вернулись к этой теме. Подробности в следующем сюжете. Устранив в документе небольшое замечание, на которое указал городской глава, депутаты вновь заговорили о создании КСП. Контрольно-счетная палата, по мнению большинства, сегодня крайне необходима. В первую очередь для должного контроля исполнения бюджета. Правда, ранее народные избранники оговаривали, что в КСП будет работать один специалист. Сейчас же решили утвердить сразу троих. В денежном содержании три специалиста обойдутся бюджету почти в миллион рублей в год. Для сравнения Иван Семенов сразу озвучил, что администрация города тянет на все 30 миллионов. Сократить численность КСП такие предложения звучали, но работать так уж работать на максимум специалистов настаивали многие депутаты. В целях экономии, финансов нашего бюджета, так как у нас комиссия по бюджету, наше предложение скатить численность контрольно-счетного органа будет в муху. Это председатель и главный специалист. Там действительно затраты очень большие. Все правильно. Действующих специалистов, которые будут контролировать, будет два человека. Так оно и есть. Но кто-то же бумагами должен заниматься, кто-то должен вести всю эту архивариусную работу, кто-то должен на письма отвечать хотя бы. Или что вы хотите, чтобы председатель контрольно-счетной палаты, вместо того, чтобы контролировал, будет отвечать на письма? Иначе он от прокуратуры получит штраф. Ну давайте реально судить. Надо все делать, что нам выгнать. А экономик пусть они думают. Как экономить? Когда мы шли на компромиссии, говорили, он говорил, я одного. Я говорю, согласен. Но и этого одного-то нет. Принятие проекта решения за основу поддержали почти все депутаты, за исключением двоих. Численный состав контрольно-счетной палаты решили оставить максимальным. Против было пять депутатов, двое воздержались. Документ направлен на подпись главе города. Это будет тормоз очередной для администрации, для работы администрации. А как это будет тормозить? А это как будет тормозить? Это дополнительный механизм, который как бы будет лезть в дела администрации. И в моем понимании даже не понимаю, куда лезет. Против всей идеи, платы денег, я категорически против. Потому что я не вижу, так как я говорю уже третий созыв, я не вижу необходимости. И главное, это неэффективно. Потому что систем контроля в нашем государстве столько много. И районный бюджет, он консолидированный бюджет соединяется. И с этой стороны проверяется. И с других сторон, которые там плановые проверки, еще какие-то проверки есть. И то, что нам говорят, воруют, воруют. И даже прокуратура нам говорила, что уже послала письмо под тем же трубом, который вы помните, были. Ни одного судебного решения не было. Наше понимание создания контрольной счетной палаты, того, что она будет существовать не только в целях контроля, а в целях улучшения состояния бюджета нашего города. Она будет смотреть эту палату, где можно какие финансовые потоки перенаправить с более лучшей экономической точки зрения. И если вот предыдущий оратор говорил о том, что обходилось соглашением с контрольным управлением администрации района, то, допустим, в последний раз эта сумма была на 75 тысяч рублей. Да, это, конечно, как бы с экономической точки зрения выгодно, но она однократно в год просто просматривает документы, которые у нас идут по отчету об исполнении бюджета. Соответственно, за короткосрочный период данная организация не может дать всеобъемлющие оценки нашего бюджета. И не может вникнуть, не может дать рекомендации именно по какому-то улучшению нашего бюджета. Точно так же я говорила о том, что мы депутаты, мы не специалисты, хотя у нас есть образование и все остальное прочее, знания. И желание помочь нашему городу в улучшении состояния нашего бюджета. Где-то вот именно пересмотреть по приватизации нашего имущества муниципального, пересмотреть какие-то заключенные контракты, может быть, что-то какие-то внести в свои предложения, опять же, чтобы увеличился поток налогов, то есть, то есть, среднее налогового законодательства, где можно увеличить налоговые потоки для улучшения нашего бюджета, для пополнения нашего бюджета. То есть, функция не только контроль, а вот именно анализ и улучшение состояния нашего бюджета. В повестке дня также значился вопрос о просвоении звания почетный гражданин города Ахтубинска Герману Кузьмину. Ходотайство главе города направило руководство детско-юношеской спортивной школы. Его вклад в развитие физкультуры и спорта достаточно большой. Депутат Алексей Куцаев зачитал внушительный список заслуг детского тренера. Голосование было тайным, результат неожиданным. В результате тайного голосования оказалось бюллетене розвано 16, ой, 18, 16 за, 2 против. Успорченных нет, 3 нет. Решение не принято, потому что в нашем положении 2 трети от установлено численность депутатов. Это 17 человек. А на 16. Впрочем, не все потеряно, и Герман Кузьмин в преддверии дня города может получить высокое звание. Рассмотреть вопрос вновь депутаты планируют на ближайшем внеочередном заседании Совета. Астраханская область Она закончится в более короткий срок. Мы следим за развитием событий. Продолжаем выпуск. На территории муниципального образования Новониколаевский сельсовет работает порядка 48 фермерских хозяйств. Овощеводы говорят, что этот год для них стал удачным. Урожай вырастили хороший, и теперь остается полностью его собрать. К сбору капусты на полях Гадироглы Фараджева приступят через 2 недели, а уборка лука на землях Зинулы у Росгалиева. В самом разгаре. Капусту в нашей местности сельхозпроизводители выращивают давно. Но чтобы не рисковать, делают это в небольших объемах. Фараджев Гадироглы в текущем году этой культурой засадил 30 гектаров. Многие удивлялись, а он решил, что обязательно вырастет хороший урожай. Хотя капуста, как и морковь, предпочитает чернозем. Прежде чем стать овощеводом, Гадироглы занимался купли-продажей сельскохозяйственной продукции. Имеющийся опыт очень пригодился при сбыте товара. Другие сельхозпроизводители порой не знают, что делать с урожаем. А у Гадироглы связи давно налажены, и через пару недель, как только капуста будет готова для сбора, ее отправят на реализацию. По словам овощевода Фараджева, хороший урожай собрать непросто, но у него на полях работают настоящие профессионалы. В своем большинстве это мигранты из Узбекистана. Они очень умелые земледельцы и говорят, что работается у Гадироглы, им совсем неплохо. У нас ребята дружные, и бригадир у нас, и вот начальники, и отделака, и Гадирога, они очень даже хорошие. Не обижаются на своего работодателя и гастарбайтеры, которые трудятся на полях Зенулы у Розгалиева. Сейчас там полным ходом идет уборка лука. Земледельцы вырастили и надеются убрать хороший урожай. Помешать им в этом может только погода. Лук надо не только выкопать, но и подсушить. Сколько надеетесь собрать урожая вот с этого поля? Ну, где-то 80 тонн, наверное, с гектара. Где-то, в пределах. 80 тонн с гектара – это хороший урожай? Ну да, не до 100, не до 100, но 80 тоже нормально. На полях Зенулы у Розгалиева мигранты из Узбекистана работают ежегодно. Состав их меняется. А вот бригадир гастарбайтеров Жора в Ахтубинский район приезжает четвертый год подряд. Фермер у Розгалиева говорит, что Жора не только хороший бригадир, но и переводчик. При его помощи мы выяснили, что условиями работы и оплатой мигранты довольны. По родным в Узбекистане они, конечно, скучают, но встреча с ними не за горами. И еще в родной стране работа, конечно, тоже есть, но в России больше платят. А потому в следующем году земледельцы из Узбекистана сюда вернутся вновь. Аварийный дом или нет? Ответ на этот вопрос для жителей дома номер 17 по улице Бахчеванджи очевиден. Здание разваливается на их глазах. Однако добиться решения о признании его аварийным жильцам на протяжении вот уже двух лет не удается. Время рубрики «Добро пожаловаться». За последнее время почти каждую неделю у дома номер 17 по улице Бахчеванджи собираются жители для встреч с членами комиссии, создаваемых руководителями городской администрации. Не всегда, правда, эти встречи состоятся. А когда организаторы все-таки находят время, выполняя предписания судебных приставов, суда, прокуратуры, то проходят по одной схеме. Заместитель главы администрации города объясняет жильцам, что их жалобы внимательно изучаются, просматриваются, принимаются необходимые меры. Но вот беда. Жильцы дома этого не понимают. У меня прямая щель, входная дверь, туалет и ванна, прямая щель, вот в мизинец, может, чуть поменьше. Ну, конечно, жить можно, но дом-то валится. Мне дали удостоверение у того ветерана, он у меня, ведь этот, участник войны был. И что этот чернок приходил ко мне, посмотрел так же, повернулся и пошел. Это называется, он что-то, ну, чем вы нуждаетесь? Я говорю, я ничем не нуждаюсь, мне отремонтировать. Мы дедушке дали сертификат, мы четыре года, как ее купили. И влезли вот в такой разрушенный дом. И в этот раз очередная межведомственная комиссия, созданная руководителями городской администрации, приступила к очередному осмотру квартир на предмет аварийности, возможности проживания в них и ремонта. Съемочную группу Ахтубинского телевидения в очередную обследуемую квартиру работники городской администрации вначале не пустили. Но жильцы дома напомнили о том, что это нарушение закона о средствах массовой информации. И к тому же съемочная группа Ахтубинского телевидения ведет съемку по их просьбе. А дальше в нашем сюжете только комментарии жителей, проживающих в доме номер 17 по улице Бахчеванджи. Уже несколько комиссий приезжало и с Астрахани, с надзора, и здесь местные с администрацией и прочие. И решения до сих пор никакого нет. Заседание межведомственной комиссии до нас, если оно и было как таковое, до нас до жильцов не доводилось. Дом продолжает разрушаться. Все сроки нарушаются. И вот в данном случае за полгода, даже меньше, за 4 месяца, еще намного подвижки идут. Товарищ оператор хотел заснять заседание комиссии. Придумали теперь по квартирному, вместо того, чтобы решение принимать по дому. Оператора не пустили в нарушение закона о прессе. Что они там решают, мы теперь не знаем. Перекрытия разошлись, что соседи разговаривают, все слышно. Ну и везде там трещины. Лен Олим тот же повылазил из-под плентусов. Это о чем-то говорит. Предполагалось, что будет комиссия рассматривать аварийность дома в целом. Но они пошли по другому принципу. Они вычленили отдельные заявления, дабы обойти общий вопрос безопасности всего дома. После осмотра квартиры Чернов предложил проголосовать. О пригодности жилого помещения к проживанию. Членом комиссии. Членом комиссии. И поднял руку. Но члены комиссии, после того, когда я им показал акт, который мы заказывали, судебно-технической экспертизы, то члены комиссии голосовать не захотели о приходности. Побоялись. Побоялись. Как можно делать капитальный ремонт квартиры, когда пошел в фундамент? Надо начинать и проекты заказывать с фундамента, укреплять. Это очень дорогостоящие работы. Как можно делать капитальный ремонт, когда по судебно-технической экспертизе 50% стен нашего дома требуют перекладки? Как можно это ремонтировать? Квартиры, когда лестничные марши готовы к обрушению. Они представляют опасность для неопределенного круга лиц. Я не понимаю, как можно это, значит, инорировать российские законы, которые защищают наши права, Конституцию. Год прошел, никакого эффекта нет. Как было, дом еще за зиму, еще поехал. Какое-то сделали техническое заключение, до сих пор ни один жилец дома не знает, какое решение там. По поводу того состава комиссии, который сегодня был здесь, я с ним тоже не согласен. Потому что многих представителей, которые указаны в постановлении, это службы санэпиднадзора, службы жилищного контроля, жилищного надзора, МЧС. Будем обращаться опять в прокуратуру с требованием привлечь ответственных работников администрации к установленной законам ответственности. В преддверии празднования Дня города и 95-летия Глицы имени Чкалова в Охтубинске, в скверах, парках, дворах, на придомовых территориях проводятся субботники. Администрация города призывает принять в трехдневные акции все трудовые коллективы предприятий и учреждений, вузов и школ. Некоторые уже откликнулись и благодаря их стараниям в одном из парков Охтубинска стало намного чище. Продолжение темы в нашем следующем сюжете. В прошлом здесь было место для массового отдыха. Сегодня это заброшенный и неухоженный парк во Владимировке. Исторический центр, парус с сорняками, зикими растениями. С идеей исправить ошибку человечества выступили молодежные коллективы, строители культурной провинции, а также отдел Охтубинской епархии. Мы предложили убрать этот парк, потому что здесь действительно красивое место, здесь социальные объекты находятся, и епархия, и училище имени Власова, и школа имени Котова. То есть здесь такой центр Владимировки, и историческая такая несправедливость, что он как бы не убирается. Команда Губенского колледжа, художественного училища, курсанты кадетской школы-интернат, а также ребята из молодежного отдела Охтубинской епархии стали добровольными участниками экологической акции «Трудовой десант». Теперь каждый год, в первое воскресенье сентября, вся русская православная церковь во всех храмах по всей нашей стране служит особый молебен, особый чин о сохранении Божьего творения, о нашем прекрасном мире. Я предлагаю начать сегодняшнюю акцию с молитвы. Сейчас я буду читать молитву и прошу вас тоже присоединиться ко мне, мысленно, внутренне, попросить у Господа прощения. После молитвы добровольцы приступили к работе, вооружились граблями, лопатами и прочим садовым инвентарем. Каждой паре рук нашлось занятие на земле. Мальчишки и девчонки не боялись испачкаться, не ленились, работали, как говорится, в поте лица, вырывали сорняки, вскапывали и берили деревья. Мы акцию подобную делали уже с центром молодежи, убирали базу лесную, показываем своим примером. Нужно беречь нашу природу, наш город. Придерживаешься этого правила? Да, стараюсь в урну кидать. Помогать городу Ахтубинску это, как бы, как сказать, хорошее дело. Сам местный? Нет, я с Краснодарского края, станица Староминская. Мы чистим окружающую среду, полем, улучшаем экосистему и все такое. Нам, наверное, не привыкать к уборке? Да, нам не привыкать, мы не в первый раз. Принимали участие в уборке и педагоги. Молодым участвовать в такой акции полезно? Я думаю, что полезно. Потому что если мы детей приучим с детства, чистоте, порядку, красоте, я думаю, что они и в будущем потом будут это все беречь, сохранять. Потому что все ведь идет у нас с детства. Если ребенок, он приучен к чистоте и к порядку, то и он в будущем потом это все старается поддержать. Буквально через полчаса на очищенных участках стояли доверху забитые мусором мешки. Между делом активисты не скучали и устраивали себе музыкальные паузы. Вот так вот весело. Около 50 с лишним человек буквально за пару часов справились с задачей и привели в порядок Владимирский парк. Через месяц опять, конечно же, здесь будут и осколки, и бутылки, и бумажки, и все прочее. Но мы не должны опускать руки. Эта акция, она не преследует очистить нашу землю. Она преследует, прежде всего, наше внутреннее устроение правильным сделать. По отношению к окружающему нас миру. Нас изменить призвана эта акция. Давайте мы, уважаемые телезрители, присоединимся. Не будем безразличными к облику нашего города и примем участие в городском субботнике. Ну а в завершении выпуска приятное известие. Аналитический центр Юрия Левады составил рейтинг самых привлекательных для внутреннего туризма мест нашей страны. Астраханская область вместе с другими регионами Юга России, Ростовской областью и Краснодарским краем заняла шестое место. В лидерах оказались Крым, Санкт-Петербург. Наш солнечный край притягивает своей красотой не только любителей туризма, но и знаменитостей. Напомним, в начале сентября в Ахтубинском районе побывали французские кинематографисты. Для будущего художественного фильма по путевым очеркам Александра Дюма отца из Парижа в Астрахань они искали интересные кадры. Кроме того, недавно для съемок одной из рейтинговых телепередач в Астрахань приезжал Джон Уоррен, ведущий программу «Поедем, поедим». В Астрахани англичанин пил из цветущих лотосов, пробовал разноцветные арбузы и купался в озере Баскунчак. Вот еще одно чудо природы по-астрахански. Странное местечко, да? Еще бы! Напоминает картинку из фантастического фильма. Какое-то инопланетное футбольное поле или ледяной лес. А может я сплю? Эти столбы – это неотъемлемая часть старинной методы добычи соли. Она накапливалась на них, и ее счищали. Неспроста великий щелковый путь проходил через эти места. Ведь соль была дороже золота. Но самое главное сокровище, которое здесь находят, – это здоровье. Ведь Баскунчак, российское мертвое море, ничуть не уступает тому, знаменитому в Израиле. Невероятно! Здесь можно просто сидеть на воде с газетой или книгой. Что пишут? Здравствуйте. Что у озера полезное? Воздух насыщен бромом. Дишишь – и стресс как рукой снимает. А вода! По составу она схожа с водой мертвого моря и не хуже лечит от самых разных болезней. Действительно помогает, да? Конечно, да, оздоровляет и кожу нежнее делает. А, кожа нежнее. Неудивительно, что об этом чудесном озере ходит множество легенд. По одной из них, соль здесь – следы слез юной девушки, которую разлучили с возлюбленным. Долго же она плакала, бедная, если соль уходит больше, чем на 200 метров глубь земли? Такие запасы! Астрахан богата не только солью, конечно, но и кое-чем повкуснее. Конечно, рыбой! Здесь она в таком почете, что ей даже танцы посвящают. Вы видите это? Я просто в шоке! Рыбный танец! И это зрелище меня так вдохновило, что ноги сами пустились в пляс. Шута, силы и гуляла, всех нас сильно удивляла. Если б не было, не шанс, а компания хорошо. Если б не было, не шанс, а компания хорошо. Ой, ну это для меня первое. Джон Сазан. Вот и он. Я, конечно, рыбка знатная, но пора бы уже увидеть и настоящую героиню местного творчества. Примерно здесь эти пальчики длиннейшей Волги встречаются с морем. Местные его называют раскатой. Но не верьте мне на слово, отсюда не очень красиво. Вам будет обалденно! Столько тайни и сюрпризов хранит в себе эта земля. Вот завезли меня? Куда? Зачем? Говорят, не пожалею. Вот это обалдеть! Хе-хе! Я вообще не представляю, куда мы идем. Это уникальное место. Ведь здесь, в Тельте Волги, самый настоящий рай для рыбаков. Ну, если побываешь в Астраханской области, ну, это невозможно, не сходить на рыбалку. Поэтому я взял с собой профессионала в этом деле, потому что я никакой рыбак. Поэтому ей Игорь Степан подсказывает, как правильно выловить золотую рыбку. А сама мы будем ловить на саранчу. Ой, господи! Сома от этого с ума сходит, да? Да. Ха-ха-ха! Такой посылочка! Но это же Астрахан! Рыбешка долго не заставит себя ждать. Вот, тянет, 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 тянет. О-хо-хо-хоу! Я никогда не поймал такую рыбу. Вау! Я поймал. Ха-ха-ха! Полную версию передачи вы в скором времени сможете увидеть в одном из наших вечерних эфиров. На сегодня это все новости. Будьте в курсе событий города и района вместе с АТВ-центром. 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 АТВ-центром.